Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Какую тактику нужно выбрать, если коллега по работе начинает агрессивно конкурировать с силой своей натуры? Конфликтовать, повышать тон, а я не хочу. Например, какая-то ситуация повернулась ко мне лицом, человек очень сильно обращает на это внимание, то есть чувствует, что хорошее настроение меньше не в моде вообще. Начинает злиться, доказывает, что у него все лучше, может распространять склебетию среди других. Наверное, зависит от ваших ценностей, в первую очередь. Вот какие у вас ценности, такую тактику вы можете выбрать. Это первое. Второе, это про то, что вас может как-то задевать то, что делает коллега. Баллажный, ну то есть, он может быть неприятным, как-то вот болезненно вы можете к этому относиться. И это нормально, абсолютно. То, что вы так относитесь на поведение, поведение из такого состояния, из такого состояния, когда вас задевают, что-то, на мой взгляд, совсем нехорошо. потому что вы в таком случае не можете как мне казов, вы в таком случае не можете выработать адекватное какое-то отношение к себе, к тому, что происходит. Вот и грубо говоря, не можете вот по сути свои ценности получается проявить, да, потому что вас задевает вам, ну, ну, неприятно. Вот. Это, это нормально. То, что вам неприятно и то, что вам что-то не нравится, это нормально. Набраться не в этом, набраться в том, как это можно вы, ну, выработать, да. Вопрос в том, как можно вам с этим обратиться. А для этого, наверное, нужно как раз, как раз сначала вот этот момент момент с того, как вас, как вас это задевает увидеть. Вот. Ну, вот как-то так, я думал. А мне кажется, мне кажется, что тактика пройдет любая там, где вы искренне. Вот. где вы искренне, да, где вы просто позволяет себе быть собой. Вот я думаю, что такая такая такой подход как раз вот позволит вам максимально себя проявить. Вот. позволит максимально как-то выразить то, что вас беспокоит. Ну, то, что вас может как-то изнутри давить. вот касательно сплетен, да, и того, что человек как-то вот так себя ведет. ну, тут необходимо понимать, что изменить другого невозможно. Вот. Но если вы измените как-то как-то измените свою свою реакцию, собственно, вот то мы есть довольно большая вероятность того, что и человек тоже изменится и тоже будет вести себя ну как-то иначе. Вот. То есть, то есть, ну, будет вот что-то ну, что-то делать. Что-то делать. Что-то делать. то, что я могу вам сказать сейчас. вот и повторюсь. Ключевый момент заключается в том, что вас это может задевать. это первое, на что нужно обратить внимание. вот самое самое что это хоть немножечко да, хоть как-то взрывает, то видишь можно раскрыть в эту ситуацию. в эту ситуацию. Так, ну, вот пожалуй как-то так. Есть, конечно, эффективные способы приема, например, вот я сообщение, вот можно вспомнить психологический акидот, то есть модели бесконфликтного общения. Вот все это присутствует. Но я повторюсь, что на мой взгляд если вот что-то такое вы будете делать без своего на это желания, то есть если будете сюда заставлять это делать, вот то мне кажется ничего хорошего из этого не получится. Поэтому вот я и предлагал вам начать с звук аспектов, да, это аспект первый. Как бы вы хотели себя вести, да, как бы хотели, как бы отреагировали на это, да. И второй момент, да, как вас могло бы это сделать. потому что отключевые моменты когда это будет понятно уже когда станет понятно. И если вы это проработаете то я думаю что найти тактику придумать тактику будет несложно выбрать ее будет несложно совершенно несложно вот как-то так на этом все пожалуй желаю вам всего самого доброго удачи буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать с собой работу обращайтесь не откладывайте в